Здравствуйте! Ростуризм разработал новую федеральную туристическую программу 2015 года путешествуйте по России. Программа включает в себя 105 новых маршрутов по всем регионам Российской Федерации. Министр культуры Владимир Мединский считает, что новая программа будет пользоваться спросом, так как России есть что показать и есть чем гордиться. А вот как оценивает перспективы развития внутреннего туризма исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Майя! Здравствуйте! Вы первый раз в Архангельске? Нет, второй. Уже была года два назад на форуме, посвященном в том числе детскому туризму. Ну вы все с форума на форум. Город не успеваете посмотреть, да? Практически не успеваю, хотя в прошлый раз успели выйти на Двину, дошли, посмотрели выход к Белому морю, махнули ручкой и опять на заседание, опять на совещание. Да, вот в этот раз вы гость международного форума туризм в современных условиях, так он называется, проходит в Архангельске уже в третий раз. И вот сама тема, которая заявлена, говорит о том, что на первое место в туриндустрии выходит внутренний въездной туризм. Наконец-то! Наконец-то! То есть вы видите перспективы у этой отрасли? Мы видели перспективы всегда. На протяжении 20 лет существования туристического рынка в современной России всегда было понятно, что внутренний туризм это и есть то, на что надо тратить деньги, чему надо уделять особое внимание. И за исключением последних двух-трех лет никто этого особо не делал. Последние 2-3 года заговорили о внутреннем туризме на достаточно высоком уровне, была утверждена федеральная целевая программа, когда из федерального бюджета выделяются средства на создание инфраструктуры в разных регионах. То есть только сейчас, по сути, идут какие-то серьезные подвижки. А уж после прошлого года, когда был бум на внутренний рынок, на отдых внутри страны, и повторение этого мы ожидаем в 2015 году, стало понятно, что внутренний туризм действительно может стать довольно серьезной отраслью, приносящей деньги в первую очередь в регионы. Но пока об этом говорить рано. Ну не совсем, потому что в 2015 году... Что же мы делали все эти годы? Понимаете, там, где речь идет о разговорах, о федеральных целевых программах и так далее, это задача государства. Продвижения внутреннего туризма на федеральном уровне толком не было. Только сейчас стали говорить про вот эту программу, давайте отдыхать в России или путешествуем по России. Но опять-таки это происходит как-то параллельно с бизнесом. Бизнес, в свою очередь, увидев такой колоссальный интерес среди граждан России к отдыху на своей родине, бизнес стал предпринимать свои усилия. Создавать новые маршруты, организовывать чартеры, в первую очередь, конечно, к Черноморскому побережью, выкупать гостиницы, то есть применять те технологии, которые давно существуют во всем мире, активно применять внутри страны. До сих пор это тоже было просто в значительно меньшем масштабе. Бизнес и государство, к сожалению, на данный момент по развитию внутреннего туризма идут параллельно. Хотя надо отдать должное нашим чиновникам, все заслуги бизнеса они легко приписывают себе. Заместитель главы Федерального агентства по туризму Николай Королев заявил в интервью журналистам, что у внутреннего российского туризма никогда еще не было такого подходящего момента для бурного развития. Абсолютно право. Да, имел в виду и курс, и кризис, и курс... И самое главное, колоссальный интерес. То есть спрос действительно превышает прошлогодние показатели. С одной стороны, да, у людей сократились доходы, покупательная способность снизилась. И они посмотрели в сторону своей родины. В том числе потому, что подешевело. По сравнению с зарубежными направлениями, внутренние направления дешевле. Во всяком случае, зимой они были намного дешевле, на порядке. Сейчас, конечно, разница не такая существенная. И рубль укрепился, и наши курорты в предвкушении потоков туристов, потирая ручки, подняли цены на 15%. Но благодаря конкуренции, которая образовалась, опять-таки, впервые за 20 лет, жесткая конкурентная борьба ожидается на черноморских курортах, на морских направлениях. Цены будут намного ниже. Потребитель от этого выиграет. И, конечно, для всех абсолютно регионов, неважно, есть там море, нет моря, это экскурсионный туризм, это приключенческий, экстремальный, какой угодно туризм. Это возможность донести до жаждущего информации потребителя сведения о себе. О том, почему надо ехать, ну, например, в ту же Архангельскую область. Ну, мы об Архангельской области, наверное, поговорим чуть попозже и конкретно, да, более глубоко. То есть вы говорите сейчас, что вот это все-таки ниже цена по сравнению с зарубежным отдыхом, да? Все-таки ниже, да? И, тем не менее, есть все равно мнение, что, как вы уже сказали, что бизнес и государство идут параллельно. То есть вот это вот звенчивание цен возможно и на наших российских курортах, что, в общем... Базовые цены очень многие курорты подняли. Крым подорожал по сравнению с прошлым годом, и Краснодарский край подорожал. В некоторых регионах пересмотрели налоговую систему, то есть пересмотрены были налоги на землю, соответственно, объекты размещения вынуждены были тоже поднять цену. Поэтому, конечно, в рамках инфляции подорожание практически... Но мы, государство или местная власть, оно может как-то сдерживать, регулировать вот это, чтобы все-таки мы не отборнули туристы? Безусловно, поддерживать участников рынка на всех уровнях, которые занимаются развитием внутреннего туризма. Поддержка не имеет в виду прямые инвестиции или субсидии, а создать условия, как это, например, произошло в Турции, создать условия, чтобы предпринимателям было выгодно работать в сегменте внутреннего туризма. До сих пор это было невыгодно. Рынок есть рынок, и рынок диктует свои правила. Поэтому если рентабельность не наступает на протяжении определенного времени, не выходит объект размещения на самоокупаемость, то, естественно, в него никто не будет вкладываться. Поэтому задача государства — это налоговые льготы, это определенные субсидии, это определенные условия для участников рынка, что если ты принимаешь внутренних туристов в таком-то объеме, то ты получаешь за это какой-то пряник, я не знаю, тот же материальный. Это участие в расходах операторов на продвижение и рекламу. Все то, что делается во всем мире, уже очень давно и до сих пор не применялось у нас. Но у нас Олимпийская и Сочи, вот себя оправдали они? Мне кажется, вот в этом году они поймут, что они себя оправдали. В прошлом году не было такой уверенности. А как с Крымом? Как там ситуация? С Крымом количество запросов на крымские курорты в этом году у туроператоров в организованном сегменте в 2-3 раза превышает аналогичный уровень прошлого года. Понятно, что в прошлом году май-июнь — это было, по сути, начало переходного периода, все было непонятно, и туристы не бронировали Крым, не понимая еще, что там их ждет, какие будут цены и так далее. В этом году вполне осознанное решение определенной части туристов. В 3 раза количество бронирований превышает прошлогодний уровень. Но с Крымом сохраняется проблема с транспортом. И хотя опять-таки предприняты усилия, чтобы эту проблему решить, из 34 городов будут поставлены рейсы в течение всего лета, 32 маршрута субсидируются в размере 30% от каждого рейса, от объемов мест на каждом рейсе. Паромные переправы вроде как, наведут там порядок, чтобы не было многокилометровых и суточных очередей. То есть есть надежда, что обойдется сезон без накладок. То есть мы все-таки постепенно движемся к какой-то цивилизации туристической? Постепенно. И хочется поддержать слова Николая Королева, который сказал, что это хороший шанс для внутреннего туризма. Главное — не почивать на лаврах и не пребывать в эйфории, что раз в этом году приехало столько туристов, их можно обслужить как угодно. Но в основном мы говорим все-таки о своем, о самих себе, о русском туристе. А вот как с иностранцами? Плохо. Они, в общем, настороженно относятся? Нет, есть рынки растущие. Например, китайский рынок растет, корейский рынок довольно серьезно увеличился. То есть в процентном соотношении корейский рынок, рынок это плюс 70%, китайский еще плюс 15% по отношению к прошлому году. Главным образом Москва, Санкт-Петербург. Главным образом туда. Индустриальный туризм им очень интересен. В Казани на Урале собираются предложить, например. Там Сочи со своими предложениями тоже на китайский рынок выходит. Но увеличение азиатских рынков не покрывает снижение европейского и американского рынка. Поэтому в абсолютном выражении, если мы говорим о количестве туристов, по оценкам операторов снижение в этом году составит минус 20% относительно уровня прошлого года. В прошлом году спрос снизился на 35-40% в сравнении с 2013. Поэтому с въездным пока не так хорошо, как хотелось бы. Но его тоже внимание к въездному туризму существует? Или мы сейчас все силы бросили на внутреннюю? По въездному туризму, насколько я знаю, у Ростуризма есть программа по созданию, наконец, представитель нашей страны за рубежом. Но опять-таки эти представительства, они должны работать в тесной связи с бизнесом. Известно, где они будут, в каких городах, в каких странах. Но пока непонятно, как в этом будет участвовать тот бизнес, который непосредственно туристов принимает у нас. Операторы по речным круизам, операторы по активному туризму, экспедиционные туры, которые очень интересны иностранцам. И опять-таки возвращаясь к Архангельской области. Давайте теперь об Архангельской области. Наверное, нам-то есть что показать. Это, собственно, отмечают и соседи, и также и на форуме, и Вологда, и Мурманск. У нас достаточно большое предложение много достаточно. Огромный. Да. Огромный регион. И вот как вы считаете, что может быть бесспорной нашей отличительной особенностью? Кроме Соловков. Да, давайте кроме Соловков. Где мы можем выиграть? Соловки, безусловно, это хит. Соловки ведь очень часто даже ассоциируют и не с Архангельской областью. Ни с чем. Ни с каким регионом. Соловки – это самодостаточная вещь. И ни к какому региону в сознании наших потребителей Соловки не относятся. Хорошо. Кроме Соловков, что вы считаете отличительной особенностью, где бы мы были совершенно, стопроцентно конкурентоспособны? Вот у нас, у экспертов туристического бизнеса, у наших аналитиков, такое двоякое впечатление. Есть то, что, безусловно, может стать фишкой, но до сих пор не стало, потому что нет четкого взаимодействия между государством и бизнесом. Это, конечно, индустриальный туризм. Индустриальный, который способствует развитию патриотического воспитания, потому что у вас есть мирный. Есть звездочка, есть завод по подводной лодке. Это то, что мы это произносим, и я прям вижу загорающиеся глаза людей, которые готовы туда поехать за какие-то деньги. Я увижу ракету, увижу подводную лодку. Да. Это невозможно сделать, потому что есть определенные ограничения. Эти ограничения можно было бы обойти, открыть музей неподалеку, поставить несколько объектов в натуральную величину, не знаю, ту же подводную лодку, куда можно было бы зайти, все потрогать. Это хит. Это то, что обеспечило бы определенный достаточно большой поток туристов, как из России, так и из-за рубежа, причем без особых усилий на маркетинг и рекламу. Но из-за того, что у государства тут свои интересы, они не совпадают с задачами туристического бизнеса, получается, что вот этот хит не использован. Теперь смотрим из того, что осталось, без, к сожалению, индустриального туризма. Это активные маршруты, причем круглогодичные, это можно делать и летом, и зимой. Это охота и рыбалка. Это экспедиционные маршруты с выходом на воду, острова. И это Арктика, земля Франции и Осифа. Это весь Баренц регион. Это то, что есть сейчас, и то, что можно продвигать как внутри России, так и за границей. Дальше все начинает упираться в вопрос цены. Сколько это стоит? Особенно Арктика. Особенно Арктика, потому что у Архангельской области, как и у любой нашей области, есть блестящий, замечательный, вкуснейший потенциал. Проблема с транспортом. То есть Арктическая тема, она вполне может приоритетной быть для Архангельской области. Именно для Архангельской области, потому что Арктику у нас тут раздирают и Мурманск, и Наринмарк. Арктическая тема, давайте будем честными, она может быть приоритетной для целого ряда. Вопрос в том, кто первый стал, того и тапки. Поэтому если Архангельская область первая в этом смысле проявит активность, то именно Архангельская область и будет ассоциироваться с Арктикой. Мы плавно перешли к проблемам, которые тормозят развитие въездного и внутреннего туризма, но ведь они же, наверное, для очень многих регионов однотипные. Это однотипные, да. Что бы вы, может быть, выделили для нас, для нашего основного? Слабая транспортная инфраструктура внутри самого региона. Сложности с дорогами, они не очень хорошие, они не очень хорошие даже в самом городе Архангельске. Плохая, соответственно, коммуникация между теми или иными городами, которые легко можно было бы объединить в один маршрут. Сейчас это невозможно, потому что нет дорог. Слабое железнодорожное сообщение и авиационное сообщение, что называется, с остальными регионами, с большой землей, но тоже недостаточно. То есть это та задача, на которой может сосредоточиться государство, администрация как региональная, так и с подключением федеральных органов. То есть здесь туризм без транспорта невозможно. Здесь бизнес не решит, здесь, в общем, дело государства. Это дело государства. Поддержка и забота, да. Бизнес, надо отдать должное, в Архангельской области очень активный бизнес. Придумывают маршруты, и вот каждый год мы получаем информацию о создании еще какого-то нового маршрута, куда можно с детьми отправиться, куда могут отправиться те, кто любит экстремальный активный отдых, те, кто хочет что-нибудь поспокойнее, просто созерцание какое-то на природе. Я вас уверяю, что в очень многих регионах такой креативной идеи, такого креативного мышления в бизнесе нет. В очень многих регионах этого нет. И бизнес это пытается использовать. Есть очень активная ассоциация, которая, опять же, в отличие от многих регионов, делает реальные дела. Их можно потрогать руками, ощутить, прочитать. Архангельская ассоциация туристическая, да. И это вызывает очень большое уважение. И, собственно, я думаю, что за счет вот этого и обеспечивается прирост туристов. Но если посмотреть, сколько приезжает в Архангельскую область, по сравнению с тем, сколько могла бы получать область туристов, это, конечно, смешно. 350 тысяч. А есть у нас те, кто идет в авангарде? Это вот какие регионы России? Алтайский край. Но они там давно уже, да? Алтайский край миллион четыреста. Миллион четыреста, он удаленный. И там вокруг регионы тоже, не сказать, что... Все в порядке. Да, да. Но, тем не менее, первое, во что вкладывался Алтайский край, это дороги. Поэтому соседние регионы имеют возможность сесть на машину, жители соседних регионов, и доехать до Барнаула, до Белокурихи, до Катуни и так далее. То есть автомобильное сообщение, это, конечно, неорганизованный туризм самостоятельный, но, тем не менее, это люди, которые приезжают на выходные из транспорта. Хорошо, еще Алтайских, а еще? Поближе. Санкт-Петербург, понятно, это вообще всегда в авангарде, это действительно туристическая столица. Казань, Казань, Татарстан. Создали, собственно, Министерство туризма, то есть они вывели его от других, как бы, смежных областей, занимаются и брендированием, и просвещением, в смысле обучением персонала, и там очень большой порядок. То есть взаимодействие бизнеса и власти очень четко, они движутся в одном направлении. Поэтому есть у кого позаимствовать. Да, и они уже, и там, наверное, да, хорошо уже понимают, что туризм это действительно такая мощная отрасль экономики, которая приносит... Мощнейшая, она, да, с одной стороны, сезонная, но в нашей стране можно и в низкий сезон найти предложение, пускай это будет на 3-4 дня длинные выходные, но, тем не менее, это все равно приток денег, тем более, когда есть такой интерес, как сейчас. Да, у нас, знаете, много проходит очень круглых столов, семинаров, вот таких дискуссий по созданию туристического бренда. Вот вы сейчас уже упоминали. Вот так сходу вы сможете сформулировать бренд Архангельской области? Нет, сходу не с помку. Абсолютно понятно, что регион тропится на несколько разных вариантов, вызывающих разные ассоциации. Но для меня это, в первую очередь, сказы, которые были, да, сказки архангельские, по которым сняты замечательные мультфильмы, на которых мы выросли, да, да, это, это вот, это вкусно. Вы, я знаю, москвичка, кто знает эти сказки. Мне кажется, что все в детстве смотрели с его. Ну, будем верить. Да, это прям, прям вот это очень вкусно. Для меня это первая ассоциация. Соловки, как мы уже сказали, это вещь отдельная. Да, это обеспечивает приток денег, но они раскручивают сами себя, не ассоциируются с областью. Поморье, о котором очень много говорят, это только часть. Это не весь... То есть Белое море не ассоциируется с Архангельской области. Это следующее, да, Белое море, Арктика, Баренц регион. Получается, что у нас несколько дробных, совершенно разных бренда. А надо ли их объединять? Я не уверена. Я не уверена, что надо делать какой-то вот один универсальный общий, а все эти как бы не раскручивать. Может быть, имеет смысл сделать... Сегодня мы обсуждали тоже на форуме. Может быть, имеет смысл сделать какой-то визуальный образ, достаточно яркий, запоминающийся, который бы ассоциировался с Архангельской областью, и отдельно раскручивать разные виды отдыха и разные регионы в самом. Вы не назвали еще вот событийный туризм, когда едут на какие-то фестивали, на какие-то большие мероприятия, какие-то недельные праздники, концерты. Это тоже хорошая тема, очень. Но тут Архангельская область, равно как и очень большое количество регионов, я бы сказала, больше 50%, не информирует... Мы же едем на Карнаву, в Бразилию, да? Да, нет информации. Я абсолютно уверена, что такие мероприятия здесь есть. Тот же Алтайский край, что он только не придумывает. Цветение моральника они придумали. Есть цицене сакуры, они придумали цицене моральника. 80% туристов приезжают туда из близлежащих регионов. Но они приезжают, они покупают сувениры, они там фотографируются, они заходят в кафе и рестораны. Я абсолютно уверена, что что-то такое есть в Архангельской области. Но я об этом не знаю, и участники рынка об этом не знают, и туристы об этом не знают. То есть информирование, событийный туризм, очень хорошая канва, на которой можно построить постоянный туристический поток. В общем, поле деятельности, оно безграничное. Огромное. Я несколько воспользуюсь случаем таких практических вопросов задам. Конечно. Как сегодня выбрать туристическую компанию, чтобы она не обманула? Мы про какой вид туризма говорим? Про выездной? Ну, а с въездным туризмом, с внутренним туризмом это не актуально? Не актуально, да. Не актуально, да. Про выездной. Я могу сказать, что те, кто входит в ассоциацию туроператоров на данный момент, они не вызывают сомнений. Будут ли и всегда ли есть, даже и на въездной туризм, сезонные скидки? И верить им, и ждать ли их? Всегда есть акции раннего бронирования, когда можно за 5-6 месяцев до лета или, соответственно, 5-6 месяцев до зимнего сезона купить туры на 30% дешевле. А акции раннего бронирования, они ограничены по времени, они заканчиваются обычно в конце марта, в начале апреля, если мы говорим о летнем сезоне, и в конце сентября, если мы говорим о зимнем сезоне. А вот эти горящие туры, им верить? Горящие туры — это практика абсолютно нормальная любого туристического рынка, и Россия в этом смысле не исключение. Единственное, что в этом году, конечно, их будет меньше, чем в предыдущие годы, потому что объем предложений очень сильно сократился. А этими акциями пользуются уже на нашем, на внутреннем туризме туроператорам? В акции раннего бронирования — да, горящими турами в меньшей степени пока. Вот поездку купить в последний момент, это скорее касается зарубежных направлений, чем внутренних. Спасибо, Майя, и небольшой Блиц. Что для вас отдых? Городской отдых, прогулки по городу. Я люблю, да, сити-туры. А как вы выбираете место отдыха? По музыке. То есть, если мне нравится музыка, она вызывает ассоциацию с определенным городом или связанным, то мне хочется туда поехать. Музыка, из города именно? Именно музыка, это может быть, я не знаю. То есть, сами разрабатываете сами маршруты, да? Нет, не обязательно, почему? Я могу купить тур. Покупаете? У вас есть, наверное, какие-то предпочтения, да? Предпочтения в смысле туристических компаний? Да, да, да. Агентств нет? Нет. И скидок я тоже никогда не прошу. Вы, наверное, очень такой покупатель взыскательный. Как раз нет, потому что мне нужно хорошее размещение, правильный трансфер и правильный билет, чтобы во время приехать и уехать. А все остальное по городу мне нравится делать самому. А есть место, где вы еще не бывали, но очень хотите побывать? Да, Исландия. Я не была в Исландии, очень хочется. А у нас Камчатка. Ну, значит, ваши тоже предпочтения. И там, и там есть гейзеры, подумала сейчас. А, да, действительно, почему, да, такие? Да. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам еще, обязательно к нам, на Белое море. А на Соловках, кстати, были? Нет, я не была еще на Соловках. Так что запишите еще в этот список Соловки. Обязательно. Спасибо. Спасибо. В студии была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. На мой взгляд, наличие туристов в той или иной местности как-то подтягивает и самих жителей, заставляя их следить за своими манерами. Ну, а к тем, кто взвешивает за и против дальних поездок, скажу словами одного оптимиста. Перестаньте беспокоиться об ухабах на дорогах и наслаждайтесь путешествием. Такие дела. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok